здравствуйте уважаемые любители моя баран у нас с вами снова продолжение но как обычно не как обычно иногда перед продолжением мы с вами немножко углубляемся в историю предыстории так далее и тому подобное все это бодяги о чем бы я хотел сказать прежде всего о моде и о влиянии ее на мордобой как ни странно в мордобое тоже существует своя мода особенно могут это вспомнить люди старшего поколения да все увлекались карате и в моду вошли всякие крутые удары ногами все остальное потом еще пришло тэквондо потом пришел на тайский бокс и все начали резко пить булукеки потом пришло мама и все начали бросаться в ноги и так далее и тому подобное проблема моды в том что вместе всегда вместе скажем так с полезными хорошими вещами всегда приходят вещи вредны а еще очень часто когда забывают некоторые вещи с водой выплескивают ребенок это просто вот закон у нас есть модные мама значит люди двигаются все вполне определенным критериям даже если это глупо даже приведу небольшой пример я как там еще летом сидел на балконе все пил чай это крики раздаются но и короче сцепились два мужика уже взрослых вот ну и как бы они там обменялись пары кулаков один из них попытался провести лутик в шлепка что было очень смешно но это не ладно потом тот который меньше тот который меньше ну и килограмм на 10 летчик полез в ноги полез в проход куда-то тот который больше просто упал на него сверху на встречу подбежала еще жена и начала того кто меньше хворостиной пардон пожоги очень ничем это не закончилось но было невероятно смешно как бы это не к тому чтобы обосрать и мамашников с проходами в ноги или еще каким-то этим что спортсмены все лохи я не уверен вообще кто что кто-то из них был спортсмен то есть у меня нет таких как бы моментов что но смысл в том что мода влияет даже если с точки зрения скажем конкретной ситуации это глупо она все равно влияет на наш вот и возвращаясь назад то есть есть вещи удары действия возможности которые во время популярности тогда еще советском союзе каратэ как бы типа отрабатывали сделали кто-то странно кто-то не странно кто-то даже ухитрялся ими что-то делать как ваш покорный слуга а потом когда вот началась эти переходы моды и когда начали говорить что вот все вот это каратэ уши это полная шняга ничего не нужно эти все стойки короче херня полная что на самом деле правда как бы с одной из точки зрения если с ты особенно не понимаешь для чего это все делается но настолько это все с филосику узкой ситуации мордобоя что мы даже на улице видим попытки изобразить как бы восьмиугольник что реально во многих случаях очень глупо так вот возвращаясь к моему опыту недавно как у нас возник разговор в среде нашей профессиональной по поводу применимости и неприменимости неких ударов я вспомнил что как-то лет шестнадцать я сделал то что в каратэ называется шатауки человеку по горлу человек задохнулся и фактически упал я тогда еще очень сильно обгодился думал что он как бы это помер то есть как бы да я сделал это действие причем я не занимался каратэ вот у кого-то тренера я просто как бы там делал самостоятельно я жил в селе я занимался по книжке вообще по книжке понимаете как бы там и включал все эти карты короче это смешно сейчас но тогда такое время было вот я сделал удар человеку по горлу и он упал упал просто в обморок ну не в обморок не знаю он начал задыхаться реально ему было херово вот это в смысле а практичность не практичность естественно мне скажут ответ вот если бы это был нормальный боксер защитился добыть челюсть короче насадил общите растоптал не спорю в данной конкретной ситуации сыграл именно то что собирал вот а теперь после всего того что я наболтал вам мы переходим к практике так следующее действие на лапу как обычно вылить следующий орган значит вы приподнимаете руку второй рукой вы придерживаете лапу вы заводите делаете первое движение делаете второе движение вот а на лапы на лапы есть акценты которые мы в принципе в реале точнее в паре уже делать не будем то есть мы отводим делаем действие отводим делаем второе движение обратите внимание мы делаем так да самом деле еще можем ударить так можем и это впоследствии будет понятно зачем то есть мы не просто это делаем на все должен быть ответ вот так выглядит действие на лап теперь мы переходим к действию резво разговор на повышенный тонак и человек начинает действие с бокового удара челюсть мы его останавливаем и вот здесь вот мы делаем фишку опять же которую в принципе честный спортсмен давать не будет мы делаем вот это то есть мы вот отсюда делаем вот так у него здесь рука он пока еще и что-то может делать да мы начинаем заводить извиняюсь делать действие и вот отсюда делать 2 10 еще раз остановили сделали действие вывели руку убираем руку противника делаем действие и обратите внимание здесь мы не делаем замах мы делаем действие сразу вот в принципе так выглядит первая часть это первый способ работы второй способ работы значит человек нанес удар вы остановили и ну по какой-то причине скажем вы не успели сделать второе второе действие не успели вот это все сделать плюс вы можете быть ниже плюс в суд вот неудачно можно получить в челюсть поэтому он начинает снова действие он делает боковой мы заводим и начинаем делать здесь и здесь обратите внимание мы используем вот это вот это мы используем потому что у него здесь затылок здесь возможно вариант еще раз внимания второй раз вошли два за бак и бак вот это типа то самое волшебное шутову которая типа неприменимая полная не решать вам спасибо что посмотрели видео и до следующей встречи